Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Москва продолжает методично и неумолимо жестить по вопросам деятельности Международного уголовного суда и объявила в розыск еще одного деятеля из этой страны конторы. Дело в том, что чем дальше, тем больше многие на Западе начинают понимать, особенно глядя на печальную судьбу некоторых соседей России, что сегодня поддержка США есть, завтра ее нет, да и вообще, может быть, поддержка страны. А вот конкретный и отдельно взятый Саакашвили сидит в тюрьме. А вот Россия есть, Путин есть, и колесики машины правосудия неторопливо поскрипывают. Судью Международного уголовного суда МУС Серхио Херардо Угальда Годиноса объявили в розыск, сообщается в ответе российского МВД. Основание для розыска разыскивается по статье ОК, говорится в документе. В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Тамоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальда Годиноса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителей иностранного государства. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожены с точки зрения права. Заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может привести к ответной реакции России. И вот Россия постепенно начинает показывать, что означает эта неприемлемость в конкретных поступках и решениях. Надо сказать, что в последнее время возникает вопрос, готовы ли США защищать своих пособников и не найдутся ли у них в последний момент более интересные объекты для защиты, и не возникнет ли ситуация, когда защитить всех они не смогут. Впрочем, на Западе тоже не дремлют и продолжают делать России гадости. Франция сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО несвоевременной выдачей виз, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Сорвано участие в заседаниях, открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии Генеральной конференции организации заместителя главы делегации, директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации, приводятся ее слова на сайте ведомства. Из-за действий Парижа ответственная секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции, уточнила дипломат. По ее словам, действия французских властей приобрели системный характер. Захарова напомнила о соглашении между Францией и ЮНЕСКО, о центральных учреждениях организации. Согласно ему, Париж должен разрешать въезд в страну для представителей государств, членов без задержки и взимания, платы за визу. Это распространяется на заместителей, советников, экспертов и секретарей на сессиях всех органов организации. «Видим в нарушениях в Парижем положение этого документа, самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы», – подчеркнула Захарова. Дипломат призвала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азули вмешаться в ситуацию и повлиять на Францию в этом вопросе. А тем временем Европа начинает переживать о том, что России надоело однобокое положение договора «ДОВСЕ», которое ограничивало наше вооружение так, словно на стороне России до сих пор оставался еще весь Варшавский блок, в то время как он, наоборот, весь вступил в НАТО. Ратифицировать обновленную версию «ДОВСЕ» в Европе отказались, вот Россия и была вынуждена, наконец, выйти из этого договора, чем очень огорчило Европу. Члены НАТО осудили решение России о выходе из договора об обычных вооруженных силах в Европе «ДОВСЕ» и назвали такой шаг подрывающим евроатлантическую безопасность, говорится в распространенном заявлении Альянса. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из договора об обычных вооруженных силах в Европе «ДОВСЕ». Ранее соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В связи с выходом России из «ДОВСЕ» российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока наглядно показали свою недоговороспособность. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к «ДОВСЕ» не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. При этом члены НАТО, участвующие в «ДОВСЕ», решили сами также приостановить участие в договоре на фоне выхода России, заявив, что в противном случае ситуация была бы неустойчивой. Союзники осуждают решение России о выходе из «ДОВСЕ». «Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», указывается в документе. НАТО также заявило, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям верификации, подрывает основанный на правилах международный порядок. Забавно, что по традиции не было ни слова сказано о том, что каким же документом был введен в силу так называемый порядок, основанный на правилах, какого числа, какие страны подписали документ и, самое главное, где можно почитать вообще сам список правил. А в самих США тем временем большие проблемы у старинной Джо. Байден продолжает сыпаться после двух либеральных и провальных для действующего президента США опросов от «Нью-Йорк Таймс» о том, что Байден отстает от Трампа в пяти из шести наиболее важных штатах, и от CBS News о том, что большинство избирателей считают, что их финансовое положение будет лучше, если Трамп победит в 2024 году, третий холодный душ проливает на главу Белого дома CNN. Согласно опросу от этого некогда самого прабайденовского телеканала, Трамп опережает президента Байдена на четыре процентных пункта в гипотетическом матче-реванше, то есть если выборы прошли не в 2024 году, а прямо сегодня. Опрос показал, что рейтинг Трампа составляет 49% против 45% Байдена среди зарегистрированных избирателей в гипотетическом противостоянии между конкурентами на выборах 2020 года. Самым тревожным тут является даже не отрыв республиканца, а тенденция. 45% независимых избирателей заявили, что поддержат Трампа, по сравнению с 41%, которые заявили, что поддержат Байдена. А независимые и колеблющиеся – это всегда самый дорогой электоральный актив. За их голоса и идет битва. Республиканцы и демократы всегда поддерживают своих. Есть и еще одна плохая новость. Опрос показал, что рейтинги Байдена просели среди ключевых демографических групп, которые помогли ему продвинуться в Белый дом три года назад. То есть среди чернокожих и латиноамериканских избирателей, чужой среди своих. А в Европе, похоже, решили окончательно похоронить идею потолкоцен на российскую нефть. Отношение к этому ограничению на Западе уже такое, что даже The Wall Street Journal пишет самые неутешительные для Байдена выводы. Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали, говорится в статье. Как отметили в JP Morgan Chase, установление лимита цен на нефть уже перестало быть эффективной мерой, так как по мере роста экспорта улучшения торгового положения России способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару. В конце октября издание Foreign Policy уже писало, что решение Запада установить верхнюю границу цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России. Хоть в первое время эти ограничения и сказывались, сегодня Москва уже полностью к ним адаптировалась. В частности, она начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими этот шаг. Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления, ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, полагает Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике. По информации Международного энергетического агентства, в сентябре российский нефтяной экспорт вырос по сравнению с августом на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6 миллиона. Таким образом, Россия получила крупнейшую с июля 2022 года выручку в размере 18,8 миллиарда долларов. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.